Слова из Библии. Книга Исход, 15 глава, 26 стих. Я Господь, Целитель Твой. Случай из жизни – необычный рецепт. Один врач-христианин постоянно пользовался случаем помочь людям не только восстановить здоровье тела, но и говорил им о том, как исцелить душу. Однажды к нему на прием пришла женщина средних лет с очень мрачным лицом. «Что вас беспокоит?» – спросил он. «Доктор, вы лучше спросите, что меня не беспокоит», – борчливо ответила она и возмущенно воскликнула. «Просто не понимаю, почему я должна так мучиться? Ведь я еще не старуха, а у меня все болит, все вышло из строя, понимаете? Абсолютно все. И все-таки можно конкретнее?» – вежливо спросил врач и уточнил. «Скажите, пожалуйста, на что именно вы жалуетесь?» Женщина раздраженно ответила. «Я же сказала, жалуюсь на все. Постоянно болят желудок и сердце. Давление скачет то вверх, то вниз. Аппетита совершенно нет. Ночью бессонница мучает. Но больше всего – тоска терзает. Мне ничего не мило. Так тяжело на душе, что и не передать. Помогите хоть чем-нибудь, доктор, умоляю вас. «Я думаю, что аптечные лекарства вряд ли вам помогут», – задумчиво ответил врач. Больная со слезами сказала. «Но как же так? Я пришла к вам на прием, и вы непременно должны мне выписать хоть какой-нибудь рецепт. Да, я требую, чтобы вы выписали мне рецепт». «Хорошо, я выпишу вам рецепт», – согласился врач. Написав что-то, он протянул ей небольшой листок бумаги и сказал. «Это средство очень эффективное. Если вы будете постоянно принимать его внутрь, то оно обязательно вам поможет, и многое изменит в вашей жизни к лучшему». У больной мгновенно высохли слезы. Она даже слабо улыбнулась, а в ее глазах засветились искорки надежды. Затем женщина поспешно взяла рецепт из рук врача и медленно прочитала вслух. «Принимать внутрь…» Что-что? «Принимать внутрь Божьи слова из Библии три раза в день по одному часу с сердечной молитвой». Прочитав это, больная подняла на врача недоуменный взгляд и изумленно спросила. «Вы что, это серьезно?» «Да», – ответил он, – «совершенно серьезно. И поверьте, это лучшее лекарство для души и для тела тоже. Начните с этого, а потом можно будет увеличить дозу». После этого доктор прочитал ей четверостишие. «Нет лекарства в мире лучше, Слово Божье лечит души. Мы больны грехом с рождения, Слове Божьем – исцеление». Выслушав его, больная растерянно проговорила, «Ну, знаете ли…» А затем решительно сказала. «Хорошо, я попробую. Признаться, сначала я хотела пожаловаться на вас главному врачу, но потом передумала. Вы почему-то вызываете у меня доверие, и я начну принимать это лекарство по вашему рецепту». Они приветливо попрощались друг с другом, и врач стал усердно молиться об этой больной. А женщина действительно сразу же приобрела Библию и начала старательно читать ее по одному часу три раза в день, а после молилась как могла. Сначала ей было это очень нелегко, многое казалось непонятным. Но по молитвам врача постепенно Господь стал трудиться над ее душой, и с каждым днем ей было все интереснее читать Божьи слова, потому что они стали все больше открываться ей. Со временем она уже с нетерпением ожидала очередного приема лекарства. Через два месяца эта женщина покаялась в своих грехах и стала христианкой. Первым делом она сообщила об этом своему доктору, который, конечно же, очень обрадовался и дал ей адрес по местной церкви, по ее просьбе. Депрессия у этой женщины полностью прошла, и даже болезни тела отступили. Теперь по ночам она спокойно спала, а днем рассказывала всем знакомым о своем чудесном исцелении. Советую им постоянно читать Библию, которая способна исцелить и душу, и тело. В своем слове Бог открывает, что самой главной причиной всех наших болезней является грех. Конечно, лекарства из аптеки могут облегчить наше физическое состояние, но ни одно из них не может успокоить встревоженную совесть, сигнализирующую нам о том, что в нашем сердце есть нечистота, какой-то непорядок. Аптечные лекарства не снимут тяжесть с души. Это может сделать только кровь Иисуса Христа, которую Он пролил за наши грехи. Об этом и рассказывает Божья книга, Библия, которую постоянно нужно принимать внутрь. То есть читать с желанием во всем покориться Богу. А Он гарантирует полное исцеление души каждого, кто поверит в Иисуса Христа и примет Его своим Спасителем. Когда же наши тела становятся храмом живущего в них Духа Святого, то Господь позаботится и о нашем здоровье тела согласно своей благой воле. Первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Бессильно я без слов Твоих теряю почву под ногами. Господь мой, каждый час и миг дай жить Твоими лишь словами. В них столько света и тепла, в них откровений Божьих сладость. Они меня хранят от зла и оживляют дух мой слабый. Я всей душой их ем и пью в благоговение пред Тобою и никогда не устаю словам Твоим внимать с любовью. Во тьме ночной, во свете дня слова Твои нужнее хлеба. Они животворят меня и путь указывают в небо. Вновь предо мною раскрытая Библия, славная повесть о вечной любви. С чем я минуты сравню эти дивные время общения с Богом моим? С чем я минуты сравню эти дивные время общения с Богом моим? С чем я минуты Сердце трепещет от Слова Господнего, в свете евангельском вижу себя. Учить Спаситель Стремиться лишь горнему жизни ему доверяться всегда. Учить Спаситель стремиться лишь горнему жизни ему доверяться всегда. Слезы раскаяния и умиления Дни открытые верой смотрю Снова предболом стою на колени И согрушаюсь и благодарю Вновь предо мною раскрытая Библия Сердце вливается в сводосный мир С чем я минуты сравню эти дивные Время общения с Богом моим С чем я минуты сравню эти дивные Время общения с Богом моим С чем я минуты сравню эти дивные